Что такое денежный поток? Мы тратим больше, чем мы зарабатываем. Каким образом можно увеличить свои доходы? И деньги сами начинают делать деньги. Друзья, приветствую! С вами Николай Мрачковский. И мы продолжаем серию уроков, посвященных финансовой грамотности. Наверное, вы уже смотрели предыдущие уроки. Если вдруг не смотрели, то обязательно их посмотрите. Мы с вами там обсудили две темы. Это контроль финансов и введение бюджета и точки разумной экономии. То есть, где мы можем сократить наши расходы без существенной потери качества жизни. Если вдруг вы не смотрели эти видео, обязательно посмотрите ниже в описании, я дам ссылки. Сегодня мы с вами продолжаем эту тему и обсудим вопрос денежного потока. Что такое денежный поток? Не в бухгалтерской терминологии, а в нашей инвесторской. Это разница между вашими доходами и расходами. То есть, количество денег, которое к вам пришло. И разница между этой суммой и тем, сколько вы денег потратили. И денежный поток это сколько у вас остается в конце месяца. А представьте себе бассейн, который сверху наливает, в него заходят трубы и сверху наливается вода. И снизу есть дырки, откуда она выходит. А то, что сверху заливается, это наши доходы, снизу уходят наши расходы. В некоторых уходит вода гораздо быстрее, чем приходит. И денежный поток это как раз разница между тем, что к нам приходит и тем, что от нас уходит на наши различные повседневные траты. И вопрос в том, сколько денег у нас остается. То есть, какая положительная дельта, если она есть. И здесь существует три различных ситуации. Первая ситуация, когда у вас денежный поток отрицательный. К сожалению, таких людей очень много. И это самая неприятная ситуация. Почему? Потому что мы тратим больше, чем мы зарабатываем. К сожалению, так действительно живет очень многое, очень большая часть населения в нашей стране. Да, в принципе, и не только в нашей. Во многих странах количество людей, которые ведут финансово неправильную жизнь, много. Что они делают? И они реально тратят сегодня больше, чем зарабатывают. Кажется, ну как это так можно? Потратить больше, чем ты заработал. Такого же не может быть. На самом деле может. За счет чего? Это сделать очень легко за счет кредитов. То есть человек, у него под конец месяца закончились деньги, он пошел, взял кредит. Причем взял плохой кредит, как правило. Мы в будущем с вами обязательно разберем эту тему, что такое хорошие и плохие кредиты. Почему можно использовать хорошие кредиты и зачем всячески избегать плохих кредитов. Но, допустим, человек берет кредит на потреб кредит. Что в этот момент происходит? Он залазит в свое финансовое будущее, берет деньги оттуда и тратит их сегодня. То есть он тратит сегодня реально больше, чем может себе позволить. Ну или залазит в разного рода другие долги. Занимает у знакомых под конец месяца, у родственников. Самое худшее, если идут в микрофинансовые организации, где просто грабительские проценты. Таким образом, человек сегодня тратит то, что он заработал уже в сегодняшний день. Плюс то, что он заработает в будущем, он сегодня тратит. И вот это очень-очень опасная ситуация. Вторая ситуация, когда денежный поток равен нулю или около нуля. Но это уже намного лучше, конечно. Потому что хотя бы мы не уходим в глубокий минус, как в предыдущем варианте. Но это все равно не позволяет эффективно двигаться вперед. И кроме того, малейшие какие-то финансовые потрясения, которые запросто могут произойти либо лично у человека, либо в стране в целом. Такие ситуации бывают у нас очень часто в стране. Ну и в принципе личные моменты тоже человек заболел, его уволили. Либо вот кризис в стране в очередной раз происходит, рубль обесценивается. И вот эта вот финансовая волна, которая на него накатилась, она запросто может его отбросить очень сильно назад. И человек может оказаться в крайне трудной финансовой ситуации. Мне кажется, многие бы сталкивались с этим. И этого лучше тоже избегать. Поэтому это не самая лучшая ситуация. К чему? На мой взгляд имеет смысл прийти. Это к позиции, когда у вас есть положительный денежный поток. То есть, когда каждый месяц у вас остается чуть больше, чем вы потратили. И у вас остается некоторый излишек, с которым вы можете работать, которые вы можете запускать в дело. Как можно добиться положительного денежного потока? Или как можно усилить, если он у вас уже есть, положительный денежный поток? Как это можно усилить? Но первое, что мы обсудили с вами в прошлом уроке, это точки разумной экономии. То есть, сокращать свои расходы без существенной потери качества жизни. Но наряду с этим, конечно же, имеет смысл работать над увеличением своих доходов. Как это можно сделать? Каким образом можно увеличить свои доходы? Тут надо понимать, что есть два типа доходов. Активный доход и пассивный доход. Активный доход, который связан с нашей активной деятельностью. Как правило, это наша работа, то, чем мы занимаемся в основном, меняя свое время на деньги. Как можно его увеличить? Здесь есть целый ряд направлений. Во-первых, можно начать более качественно, эффективно, продуктивно делать свою работу. То есть, выдавать больший результат и зарабатывать на этом. Просто за счет того, что вы делаете больше. Можно найти иную работу. Возможно, в другом регионе. Можно найти подработку, как какую-то дополнительные заработки. Можно, допустим, создать небольшой интернет-магазин в Инстаграм. Запустить какой-то иной микробизнес. Можно освоить фриланс. Сейчас огромное количество интернет-профессий. И работать дистанционно. То есть, есть масса способов, как заработать деньги. И мы можем с этим работать. То есть, увеличивать наш активный доход, используя разные инструменты того, как зарабатывать больше. И добиться того, чтобы мы сейчас в единицу времени зарабатывали больше денег. Конечно, я понимаю, что здесь вы меня сейчас слушаете. И, возможно, возникает много возражений. Ну, как же так? Это легко говорить. Да я всю жизнь работал на текущей работе. Как я ее поменяю? Да я всю жизнь здесь работаю. Как я сменю место жительства? И так далее. И вот здесь вот большая проблема. Люди хотят других результатов в своей жизни. Хотят больше денег. Хотят лучше финансовую жизнь вести. Но при этом не хотят менять образ жизни. Но так не получается, к сожалению. Второе направление. Это пассивный доход. Наряду с активным доходом. Пассивный доход. То есть, когда мы те излишки денег, которые у нас остаются, мы пускаем в дело. Мы заставляем эти деньги работать на нас. Чтобы не мы работали на деньги, а деньги работали на нас. То есть, мы эти излишки запускаем в дело. И деньги сами начинают делать деньги. Ну, самый простейший вариант, который, наверное, всем известен, это банковский депозит. Вы кладете деньги на банковский депозит. И оттуда вам капают какие-то проценты. К большому сожалению, это очень небольшие проценты. И эти деньги быстро съедает инфляция. То есть, деньги обесцениваются быстрее, чем вам платят по депозиту. То есть, депозит это далеко не самый эффективный инструмент. Но для примера он подойдет и все-таки с ним все знакомы. Разумеется, есть масса других инструментов, гораздо более интересных. Если вы хотите в них разобраться, поизучайте канал. У меня есть масса материалов по самым разным инструментам инвестирования. Я некоторые ссылочки дам вам в описании под видео. Посмотрите, поизучайте, если вопрос актуален. Следующий принцип. Это то, что вам необходимо создать положительный денежный поток. Либо за счет сокращения своих расходов, о чем мы сейчас говорили. Либо за счет увеличения доходов. А лучше и то, и другое одновременно. То есть, и увеличивать свои доходы, и работать над оптимизацией расходов. Это тот принцип, который дальше позволит нам, имея уже какой-то излишек, имея какой-то запас, с ним работать. Запускать его в дело. И как-то его эффективно использовать. Итак, напишите, пожалуйста. Как у вас сейчас обстоят дела с денежным потоком? Насколько у вас, какая, во-первых, стартовая ситуация сейчас, ну или не стартовая, но в данный момент у вас денежный поток положительный. У вас денежный поток отрицательный. То есть, вы каждый месяц уходите все глубже в минус, все глубже закапываетесь в яму. Или около нуля. То есть, это может быть понятно, что ситуации у всех разные. И здесь, наверное, не стоит чего-то стесняться или огорчаться. Но самое важное это начать менять ситуацию, на мой взгляд. Поэтому напишите, пожалуйста, в какой ситуации вы находитесь сейчас. Это первый вопрос. И второй вопрос к вам. Что вы делали, если вы пробовали и у вас получалось, для увеличения своего денежного потока? Поделитесь, пожалуйста. Мне кажется, это будет очень ценным. Как вы работали над увеличением своего денежного потока? Либо с точки зрения увеличения доходов, что вы пробовали сделать и что у вас получалось. Либо с точки зрения оптимизации бюджета, снижения расходов. Жду ваших комментариев. Надеюсь, это всем будет полезно. Поделитесь, почитайте чужие комментарии. И успехов вам. Встретимся в следующем видео. Друзья, приветствую. Я приглашаю вас на курс «Инвестсистема». Это базовая программа, совсем недорогая, доступная каждому из вас, в которой мы разберем основные инвестиционные стратегии, с которых имеет смысл начинать. Мы разберем, как формировать инвестиционный портфель, как делать первые шаги, откуда брать финансовые ресурсы, как сбалансировать портфель с точки зрения риска доходности, и как, в принципе, балансировать вот эти самые риски. То есть вы узнаете массу тонкостей и нюансов, которые не знает большинство людей об инвестировании. Если вы, например, сомневаетесь, хочется узнать о тех стратегиях, которые доступны многим из вас, то обязательно примите участие в этой программе. Ожидания и планы и риски, когда ожидать кризиса, когда ожидать повышения цен на недвижимость и многие другие нюансы. Итак, приглашаю вас в курс «Инвестсистема». Ниже под этим видео регистрация. Проходите по ссылочке, регистрируйтесь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова